И у нас в студии главный врач медицинского центра болезни суставов Чукан Баймухаметов. Здравствуйте. Здравствуйте. В Чукан скажите, пожалуйста, какие болезни обостряются чаще всего весной и почему это происходит? В принципе, наверное, большинство хронических болезней, они имеют такую цикличность и чаще всего весной происходит обострение. Это как заболевания, допустим, желудкоязвенной болезни, так и заболевания легких, так и заболевания наших суставов. Большинство из них обостряются именно в весенний период. Особенно к этому нестабильность людей с поражением, ну, какими-то психическими заболеваниями. Это действительно очень часто наблюдаются какие-то обострения. И, скорее всего, это связано, опять же, возможно, с авитаминозом, с переменами погоды. А также есть цикличность, то есть у человека вырабатываются свои какие-то гормональные препараты на увеличение ультрафиолета. Ну, в Чемкенте, может быть, это не так сильно заметно и, может быть, это раньше происходит. Но действительно, с возрастанием солнечной нагрузки перестраивается, идет перестройка организма и могут наблюдаться те или иные обострения болезни. То есть резкий переход от лета, семей, нехватка витамина Д или как? Нет, там у нас цикличность есть, как суточная цикличность, есть дневной и ночной биоритмы, есть, опять же, годовую. То есть когда солнце больше, вырабатываются какие-то гормоны те или иные и могут возникать те или иные обострения. А вот интересно, относительно нашего региона, какие-то заболевания можно вот четко определить? Нет, везде обостряется вот этот круг болезней. Это, в принципе, единственное, в Чемкенте у нас-то солнышко и зимой есть. У нас не так это сильно все-таки заметно, хотя, конечно, это обязательно наблюдается. Так же, как деревья распускаются весной, в общем-то, одинаково. Путички попадаются. Какие болезни суставов чаще всего? Ну, суставов, мы как-то говорили, что есть воспалительные заболевания суставов и есть дегенеративные, допустим, возрастные остеоартрозы. Чаще всего обостряются именно воспалительные заболевания суставов, такие как ревматоидный артрит, ревматизм, ну и системные заболевания, там, системная красная волчанка и так далее. А вот один вопрос задам, который почему-то мне давно мучили, не знаю, почему подагры называют болезнью крылья? Ну, болезнь королей или болезнь аристократов, то есть те, кто хорошо кушает. У нас в Казахстане достаточно все хорошо кушают, особенно мясные продукты. Если раньше не могли себе большинство населения позволить три раза в день кушать мясо, у нас это, в общем-то, общепринятая вещь. Поэтому вот она и называется. То есть те люди, которые хорошо кушают, они болеют подагрой. А это касается только мяса вообще или, в принципе, болков? В основном мясное. Если это растительный белок, то подагры не будет, хотя бобовые тоже могут повышать уровень мочевой кислоты. И меры профилактики? Ну, опять же, чего, подагры или... Вообще болезни суставов, в общем, да? Здесь надо, опять же, просто для себя хорошо знать, что у вас. То есть если это действительно такие серьезные болезни, ну, как ревматоидный артрит, то чаще всего весной можно ждать обострения. Поэтому нужно лучше всего немножко заранее просто прийти на прием к ревматологу, сдать анализы и посмотреть. Если наблюдается активность этого заболевания, нужно провести лечение. Я думаю, что надо прежде всего обратиться к специалисту. Вот вытекая из этого, да, вопрос следующий. Народная медицина, там есть некоторые там средства, которые тебе там бабушка, мама или еще кто-либо советует, да, при болезни суставов. А прежде чем применять, обязательно обращаться к специалисту? Видите, народные средства тоже, это мы привыкли, что народные средства, они безобидны. Ну, допустим, как настойка сирени, да, если там или еще какие-то настойки попить или помазать сустав, наверное, совсем сильного вреда не будет. Но у нас, к сожалению, есть, я не знаю, какие-то экстремальные методы суставы как-то греют, делают насечки какие-то, начинают выламывать их и так далее. Вот это, конечно, и какие-то препараты неясные вводить в сустав. Вот это я хочу предупредить всех наших зрителей, ни в коем случае не давайте делать себе какие-то уколы непосредственно в сустав. А ты доходит до такого? Бывают такие случаи? Очень много больных, при том, если спрашивают, что вам вводили, даже часто не говорят, что вводили, и врач не пишет, что вводили. То есть, если это действительно нормальный квалифицированный врач, он должен вам дать выписку, что вводилось в сустав. И есть некоторые препараты, которые можно, но ни в коем случае нельзя вводить в средства народной медицины, особенно внутри суставов. Очень много осложнений, очень серьезные осложнений. В конце концов, иногда может это дойти до операции, до протезирования суставов и так далее. А вот почему в детстве мы не замечаем вот эти вот болезни, а они почему-то с возрастом все? Нет, не все. Опять же, вот эти воспалительные болезни, ревматоидный артрит, ревматизм, ревматизм практически весь, только бывает именно в молодом возрасте. А вот дегенеративные заболевания, как остеоартроз, это то, что действительно накапливается с годами. Ну, вы представьте, сколько ваши суставы работают за вашу жизнь, сколько раз они, сколько раз вы прыгали, сколько раз подворачивали и так далее. Это идет к небольшим повреждениям, микротрещинам. И, конечно, с возрастом они накапливаются и возникают, прежде всего, остеоартроз. Что делать? Говорят, нужно разминать суставы, нужно больше двигаться. На самом деле так. Или есть такие случаи, когда движение может быть, наоборот, во вред? Нет. Если брать действительно, опять же, в общем, то, конечно, движение, мы говорим, движение – это жизнь, движение – это прекрасно, особенно если это не какие-то чрезвычайные движения. К сожалению, опять же, те люди, которые, допустим, спортсмены высокого класса и так далее, где идет большая нагрузка на суставы, опять же, рано-поздно эти суставы изнашиваются и повреждаются, и связочный аппарат и так далее. Если это привычная нагрузка, не умеренная нагрузка, то есть это действительно здорово. То есть чтобы сустав работал дольше, как любой механизм, нужно, чтобы он работал, тогда выделяется и своя, ну, как вот народе говорят, смазка, работают мышцы, они держат сустав, то есть это действительно полезно. Ну и тогда уже перейдем к профилактике. Профилактика, опять же, мы уже говорили, что если есть какие-то серьезные заболевания, такие как ревматизм, ревматоидный актрит, обязательно весной нужно обследоваться у специалиста. А так нужно жить, наслаждаться жизнью, я думаю, все будет нормально, это неизбежно, весна – это здорово. Вот скоро у нас она совсем наступит. Самое прекрасное время. Спасибо, что вы на сегодня были и вам на память календарик. Спасибо. Следите за датами и свежий выпуск газеты «Рампад». Спасибо. Читайте и следите за событиями. Субтитры подогнал «Симон»